МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, вот эта немецкая пушка, манерка, как её называют. Она на флягу одевалась. 25 лет подряд Мария Кун встречает весну в лесу, вооружённая щупом и лопатой. Таких, как она, называют поисковиками, о неделе добровольной, тяжёлой работы, вахтой памяти. Взрослые люди разного достатка и профессий свои законные выходные и отпуска проводят в грязи, земле и воде. Это их война с безвестием и несправедливостью. Поисковики ищут без вести пропавших бойцов Великой Отечественной войны. Если повезёт, возвращают родным их останки, а родине – их имена. Первый медальон у меня был в августе 96-го года, когда мы на Кересте стояли. И там совершенно случайно. Кстати, Юрий Юрьевич тогда, он командир отряда «Соколский» был. И он, ты знаешь, что это такое, что это медальон? Конечно, знаю я, да я не знаю, я же прочитала многое, изучила, всё. Ну, вот это вот такой пенальчик, да-да. Ну, тоже в яме копаю. А, Юра, у тебя что-то упало, там, вывалилось. Он такой, ну, что ты, это ж медальон. Юра, иди к нам. Юра, что-то нашёл. Иди к нам. Это что? Юра, подойди поближе. Так это кость. Вот на копанной, перекопанной поляне ещё есть. А там ямка. Ямка. Вот здесь. А, вот это яма, да? Да-да-да. Вот здесь вот противогаз, кусочек я зацепил. Вот здесь он. Вон он торчит просто. Вот она резинка. Вон она резинка вижу. Это как раз маска эта, да? Противогаз найти не так уж трудно. Медальон смерти. Вот самый важный трофей для поисковика. Небольшой пенальчик, похожий на патрон, куда красноармейцы вкладывали записку с именем, званием и домашним адресом. Скольким бойцам за эти годы Маша помогла вернуться домой, она не берётся сказать. Не считала. Но своего первого, отвоёванного у безвестия солдата запомнила на всю жизнь. 23 года назад, на этой самой поляне, поисковики поднимали госпитальное захоронение. Здесь, в 42-м году, пыталась вырваться из немецкого окружения, умирающая от голода Иран, вторая ударная армия. Именно это место, это уже последнее место, где вторая ударная задержалась. Да, то есть вот отсюда они уже пошли на прорыв, на свой последний 25 июня. И, в принципе, здесь как бы сосредоточие было и раненых, и бойцов живых, и штабы здесь были. То есть здесь, ну, масса, огромная масса людей была. Немцы уже насквозь всё это место простреливали, артиллерии, всё, они поджимали. И вот это последняя точка, откуда они уходили. Прошло 23 года, и всё изменилось. На бывшей поляне вырос лес. Только земля та же, а в ней по-прежнему лежат солдаты. Многие из них числятся без вести пропавшими. В 97-м году из лесной могилы поисковики подняли десятки бойцов. И только у одного из них при себе было портмоне. А в нём маленькая икона и медальон с бумажным вкладышем. Маше удалось прочитать надпись, сделанную простым карандашом. Красноармеец Тимофей Владимиров. Деревня Плоского, Боровический район. Мы вышли из леса, и мне говорят, что там родственники, там две дочки, и они тебя очень хотят видеть. Вы просто не представляете, мне даже не передать эмоции, и словами это просто не описать. До сих пор мурашки по телу. И когда я к ним подошла, вот в тот, наверное, момент, я поняла, что это моё и что это мне надо. Едут, едут. Сегодня в деревне Плоского живёт младшая дочь солдата Владимирова. В 97-м году Вера Тимофеевна и её сын Андрей обрели не только отца и деда, но и ещё одну родную душу – Машу. Привет, бать. Смотри, кто приехал. Смотри, кто приехал. Ой, Маша. Здравствуйте. И всё это время ждали её в гости. Она обещала, планировала, но собралась только сейчас. Меня ты, может быть, поцелуешь? А, полный. Она забыла, растерялась. Я не рада, что ты приехала. Вот. Да, мы тебя должны были привезти ещё в 23 лет назад. 23 лет. Сельского ветеринара Тимофея Владимирова призвали на фронт в 1941 году. Его провожала беременная жена и четверо детей. Старшей дочке было всего 9. Вера, младшая, родилась весной 42-го года. Отца она так никогда и не увидела. Да, он это знал, что я должна была появиться. Но кто появился, он этого, видимо, так и не знал. Мама письмо написала? Писала. Она говорит, я ему сообщала, но неизвестно, получил он его или нет. Вот эту иконочку ему жена, ну, мама наша дала ему в дорогу. Иконочка, вот эта троица называется. Вот она была, это большая икона, она открывается. И вот она там стояла, эта икона. Она вот здесь вот и стояла, вот в этом окладе, вот стояла она вот здесь. Здесь вам повезло в медальоне, как бы вообще, что он заполнен карандашом. Сохран карандаша в заполненных медальонах, он как бы вообще выигрыш. Ну, отчеркнемся. Лучше, да. Если бы он был заполнен чернилами, либо же был бы заполнен чем-то химическим карандашом или чем-то другим, то это, может быть, мы потерялись и не нашли. А вот извещение мама получила в июле месяца. Я родилась 17 мая 42-го, а извещение пришло в июле 42-го, а оказывается, он в феврале погиб. Да, погиб он зимой 42-го. И мы с ним и не встретились. В 45-м или 46-м из соседней деревни дядя Кирилл вернулся с фронта, с войны. Ну и она вот мне рассказывала, что он ей рассказал, что они под Лугой бежали в атаку. Он был простым, значит, пехотинцем, а, говорит, Тимоша, ну, дед мой, он был артиллеристом. И у них было орудие, 45-ка, их там было в расчете три человека. И он говорит, а они вот эту пушку-то катили, вот, говорит, ну, метров в 50 от нас. И прямо, говорит, прямое попадание, и вот прямо, говорит, вот, ты даже, говорит, пань, не сомневайся. Вот прямо вот все. И то есть он ей так это рассказал, что, собственно, она и не сомневалась. Воевал под Лугой, пропал без вести. Вот и все, что долгое время было известно о муже и отце, его осиротевшей семье. Жена Тимофея Владимирова больше не вышла замуж. С утра до вечера работала в колхозе, одна подняла пятерых детей. О судьбе мужа много не говорила. Беседа о солдате 2-й ударной армии, окруженной и почти полностью уничтоженной нацистами под Новгородом, мог легко закончиться оскорблениями и обвинениями в предательстве. И вот она частенько так встала на колени, вот бы уморится и говорит. Тимоша говорит. Как мне все вообще плохо, вообще, по скопу. Ланна говорит, она продолжает. Ланна говорит, мы-то тут выживем, и ж бы тебе там на небе хорошо было. То есть она это говорила, потому что мы ей каждый день на это указывали. Долгожданную весточку от Тимофея получила не жена, а дочь и внук. Известие о гибели солдата пришло в семью через полвека после победы. Мама умерла в 93-м году, а сам узнали в 97-м. Таня дожила. Это могила Тимофея Владимирова на воинском захоронении в мясном бару. Здесь обрели вечный покой более 20 тысяч солдат и офицеров Красной Армии. Имена большинства из них неизвестны. Сюда приезжают не только родственники. Часто это место связывает совершенно разных людей, таких как Маша и Андрей. Уже как традиция сложилась, что каждый год... Каждый год они приходят сюда вместе. Постоять у могилы человека, который определил их судьбу. У могилы деда Андрей рассказывает, что за эти годы немало прочитал о второй ударной армии. О том, как бойцы Волховского фронта прорвали оборону немцев в районе Мясного бора, чтобы спасти Ленинград. О том, какие жестокие бои велись, чтобы удержать зону прорыва. А нацисты день за днем затягивали тесемки на горловине этого мешка. Как истощенные, почти уже безоружные советские солдаты пытались выбраться из окружения ползком по телам мертвых товарищей. Но одного Андрей так и не узнал, что видел его дед в последние минуты жизни. От воинского кладбища до места гибели красноармейца Владимирова не так уж далеко. 16 километров по прямой. Но дорогу в те гиблые болота знают немногие. Поисковики вслед за ветеранами прозвали эти места долиной смерти. Давайте вот я расскажу, как я вообще попал в ход. У меня брат мой, двоюродный, он младше меня. Но он с молодеца здесь в лесу. И говорит, пойдем, я уже женат был, у меня уже ребенок был. Пойдем, Юр, со мной в лес, сходим, посмотрим, что это такое. А то что ты тут не рассказываешь. Вот сходи. И я пошел с ними, поехал в августе в месяц. Два дня мы отходили, просто не знамо куда, не знамо чего. Ну что, пришел человек вот так, увы, да? То есть вообще ничего не понимающий. Пришли, туда-сюда погодили. Потом поехали на одно место, к танку, так называемой, за нечаянной ручей в Спасской полесте. Там, мы говорили, всегда бойцов поднимали. Приезжаем. Ну, я сходил с щуп, это металлический стержень, вбитый, электродина, вбитый в деревяшку. И идешь так, тортаешь землю. Косточки тогда хорошие, беленькие, звонкие были. Я такой ходил, 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 так раз. И мимо сосны такой, толстая сосна такая. Прохожу так, хрум, что-то у меня под ногами. Я так раз, а черничный куст такой, ну, все, черника уже отошла, ну, куст мощный. И я такой раз, а что это там такое? А я бойцу в бурную клетку наступил. То есть, там как бы высокая, и клетка не упала. То есть, она во мху в этом осталась стоять. И это как раз кости вокруг ноги. Да ну, не может быть, наверное. Начинаю разбирать, да, действительно, боец. Голова под сосной, мы там под эту сосну подкапывались. И стало обидно за государство. Как это вот, он меня защищал, он здесь лежит уже сколько лет, а я вот сыт и довольный гуляю. Ну и все, 30 лет. Все, все наверху было, все удобно, все можно было искать, все хорошо. Но не было того опыта, который сейчас есть. Сейчас мы состарились, ленивые стали. Ходить далеко не можем, уже около дома все ищем, около палаточки. Вышел, чтобы здесь все покопать. Конечно, мастерство выросло. Выросло в разы. То есть, если бы наш опыт, да вот в те, начало 90-х, конец 80-х, это вообще, я не знаю, тут мы бы просто... Комплекс мемориальный, вот, мясной бор был, он был в два раза огромнее был. В три. Ну вот конкретно вот это вот место получается и есть. Вот мы... К тому краю ближе. Вот это вот крайняя могила получается. Прямо вот здесь, да? Ну вот он крайне лежал, он как бы вот у него получается. Сверху, да? Здесь. Голова сюда, а так там сюда. Мы 23 года шли. То, что, значит, в 97-м году, что это не кончилось, я однозначно знал, что это будет продолжение этому всему. Потому что... Хотелось, так сказать, дойти до истоков. Я думаю, нам надо вот впитать, так сказать, эту энергию. Держи. Где, Маша? Говори мне место, где он лежал? Он на спине лежал? Да. Как раз где стоишь? Вот как раз ты стоишь, вот так вот он как раз и лежал. Я представляю, вот как он умирал здесь. Я вот, ну, это же обидно же, да? Никто не узнает мне. А вот мы узнали, вот мы. Внук и правнук. Вот он, это небо, которое он увидел. Да? Внук и правнук. Субтитры создавал DimaTorzok Музей Сергея Петрова не найдешь на карте и в путеводителях о нем не пишут. В сарае рядом с домом житель деревни Васильевщина устроил настоящую выставку предметов окопного быта. Портсигары и пепельницы, ложки и фляжки с русскими и немецкими буквами, со звездами и орлами. Ну, это не на убитом, просто нашли его. Смонтирован на фронте из трофея фрица после первого боя. Если погибну, возьми и вспомни фронтовика Алушкина. В. Вот. 11-го, 6-го, 42-го года. Вот. Но уже Смирнов, это другой хозяин. Ну, и потом он, видимо, потерял его. Вот. Потом, что еще? Видите, окопное. Делали. У кого на что хватало фантазии наших. Даже, видите, для иконки сделано. Все эти вещи рассказывают историю еще одного длительного и жестокого противостояния. В этих местах с января 42-го года по февраль 43-го войска Северо-Западного фронта сражались с 16-й немецкой армией. Через полгода после начала войны, неподалеку от поселка Демянск, советские части окружили 16 нацистских дивизий, то есть 100 тысяч человек. Около полутора месяцев нашим удавалось удерживать немцев в кольце. Затем противник пробил так называемый Рамушевский коридор. Фактически дорогу, снабжающую провизией и боеприпасами. Дивизия теряла за день, за два, там, по 700 человек. Это обычно. 300-700 человек. Представляете, за день просто. Поэтому мы до сих пор не знаем, сколько лежит здесь останка. Сергей Петров – поисковик с 30-летним стажем. Про свою коллекцию говорит, что специально создавать ее не планировал. И вообще, все началось с дивана, чтобы коллегам-следопытам было где отдохнуть после вахты. Экспозиция росла прямо пропорционально лесным походам. Особенность позиционной войны – войска долго стоят на одном месте. В перерывах между боями, чтобы не сойти с ума, бойцы творили. Вот видите, это наши ложки самодельные. Тоже делали. У кого было время побольше, вот с нержавейки, видите, сделаны ложки. Делали покультурнее. Вот они, видите. Какие-то ложки отливали в форме рыбок. Видите. Часть этих экспонатов – именные. Иногда такой портсигар или фляжка помогала поисковикам установить личность погибшего бойца. А иногда, напротив, вводила в заблуждение. Мы были на вахте, да, и нашел я убитого. У него котелок. И на котелке написана все фамилия, там, журба и станция топки. Все-все написано, да, про него. Думаем, ну, все, человек. А начинаем пробивать этот человек, погиб в Смоленской области. Вот видите, вот как осторожно нужно к этому относиться. Коллега Сергея по поисковому делу Валерий Брюсов – настоящий наставник. Его районный отряд ежегодно поднимает около ста погибших воинов. В этом году из-за карантина поисковые вахты отменили. Но разве можно удержать этих опытных следопытов? Для них любая прогулка по лесу – разведвыход. Во время одного из них Сергей и Валерий обнаружили останки двух бойцов – верховых. Так называют тех, кто бежал в атаку, упал и не был похоронен. 1 декабря начинается эта операция с 42-го года. И длится она практически до выхода немцев из котла, до 16 февраля. Жесткая зима, морозы, большое количество снега. Наши идут в атаку. Срезали пулеметом, упал снег и пропал. И 16 декабря немцы, о, февраля немцы выходят, и наши войска вслед за ними уходят. И здесь получается мертвой земля. Местных жителей нет, деревни разрушены, кое-какие местные жители. И войска ушли следом. В мае только сформированные с начала 43-го года похоронные команды, они начинают заниматься захоронением погибших. Но делается захоронение в основном расчистка дорог. Сообщение между населенными пунктами расчистка дорог. В лес они не ходили практически. Поэтому расчищали, как они пишут в своих донесениях, вдоль дорог, дорога с такого-то населенного пункта, в такой-то населенный пункт, захоронено столько-то человек. В лес там вообще об этом не было. И поля, леса не трогали. Поэтому столько незахороненных у нас осталось на нашей территории. Этот лес до сих пор полон железа. Кажется, что война закончилась совсем недавно. Миноискатели в руках поисковиков гудят почти непрерывно. Но какой сигнал или чувство подсказывает им, что копать нужно именно здесь, для стороннего наблюдателя так и остается загадкой. Поисковики знают ответ. Интуиция и многолетний опыт. Мой парень шел и увидел у кого-то поднятую кружку, повешенную на куст. Кто-то уже прошел и не стал смотреть дальше. Он стал более тщательно смотреть. Ага, патроны, граната. И он раскапывает, поднимает вот этого человека, Тимченко Геннадия. Вот же такой опыт. Неопытный человек прошел, даже ни внимания не обратил на это. Понимаешь, кружка и кружка, и пошел дальше. Как это не похоже на могилу. Слой земли над останками совсем тонкий. За долгие годы корни сосны оплели и сдвинули кости. Видишь, смотрим внимательно район таза. Таз у нас здесь, ноги здесь. Вот этот район внимательно смотрим, потому что здесь находятся карманы. Карманы шинели, что у него там было. Карманы брюк и район груди, смотрим там. Он туда идет. Там тоже мог и в карманах медальон. Это что-то личное, вещи. Каждый комок земли следопыты перетирают в ладонях. Черный пенальчик, который поможет установить имя погибшего воина, так легко пропустить. Но, к сожалению, медальона у бойца не оказалось. Те люди старше, которые имели семьи, имели какую-то ответственность такую, они старались, понимая, что происходит здесь, какие бои, что он может погибнуть в любой момент, и чтобы его можно было идентифицировать, он что-то оставлял. Когда находишь человека, допустим, смотришь, что у него там в кармане у него есть ремень, и в кармане еще один ремень, бритвенный прибор, что-то еще, ты понимаешь, что этот человек не 18-летний пацан. Надо обязательно искать медальон, потому что вот эти вот люди хотели, чтобы их потом узнали, идентифицировали. Второй солдат, тоже верховой, лежит метрах в 30 от товарища. Сергей и Валерий определяют, что солдат погиб от взрыва снаряда. Руку им так и не удалось найти. Вероятно, ее отбросило взрывной волной. Мы не знаем, что здесь происходило. Это наш боец, по атрибутике наш боец. Без оружия, небольшое количество патронов. Все, больше ничего нет. Лопатка, лопатка противогаза. Лопатка и противогаза. Все, что от него осталось. Очередной безымянный поезд. Личность погибших все же можно установить. По боевым донесениям, если при будущих раскопках на этой поляне удастся обнаружить хотя бы один медальон. Безымянные солдаты с почестями будут похоронены на ближайшем воинском кладбище в Ясной Поляне. Здесь покоятся 30 тысяч солдат и офицеров Красной Армии. Многие из них были найдены поисковиками. Это финал чьей-то личной истории. Без вести пропавший солдат почти через 80 лет вернулся домой с войны. В каждом из таких холмиков похоронено 500 и более человек. Это поисковый холм. Представьте себе, что внутри находятся несколько десятков гробов с останками, человеческие судьбы, жизни, родственники, которые теперь знают, где находятся их деды. И вот так вот это увековечено. Александр Алтухов пришел в долину относительно недавно, всего 4 года назад. Поехал в экспедицию, своими руками поднял несколько солдат и понял – это навсегда. У меня воевали мои деды, и в моей семье война, действительно, она пройдена полностью. Я попытался каким-то образом провести анализ. Я взял два района, старорусский очень большой и батецкий очень маленький, где находятся воинские захоронения. Если в старорусском их 78, в батецком 22. И вот на 2015 год в батецком районе на содержание захоронений выделилось 0 рублей, а в старорусском 61 тысяча рублей. В это входят покостровые, покраска, внесение имен дополнительных, которые постоянно устанавливаются. И даже проведение траурной церемонии захоронения. Как на эти деньги вообще работать? Никак. С этого эмоционального вывода и началась история отдельного подразделения долины – мемориальной группы. Дело Саши, Алтухова и его коллег не только найти в лесу пропавших без вести солдат, но и увековечить их память. Этим мемориальная группа и занимается уже несколько лет. С утра до вечера. Только захоронения, только солдаты, только имена. Когда поисковики из одной ямы, из воронки, то, что мы делаем, поднимаем останки солдат и, по сути, хороним их в могилу в такую же яму. В чем разница? Ну, понятно, что мы дошли родственников. Это огромная работа, это великое дело. Но в части визуализации процесса ничего не меняется. Мы могли такую же табличку поставить, вот такую же веночек и касочку поставить на месте их гибели, где мы их обнаружили. Но мы зачем-то их поднимаем для того, чтобы увековечить их память, для того, чтобы помнить и чтить, приходить сюда, воспитывать наших детей, в конце концов. А без благоустройства этих холмов это сделать невозможно. Превратить благое намерение в системную работу помог случай. Безликие солдатские могилы на одном из многочисленных поисковых кладбищ Новгородской области преобразились благодаря инициативе жителя Петербурга Вадима Саяпина. Павший лист Павший лист это наша первая большая работа. Это огромнейшее поисковое воинское захоронение, где были эти самые холмы. То есть как раз фотография Павшего листа она явилась прецедентом и вот этим сломом вообще сознания как чиновников, власти, людей, поисковиков, что не может такого быть. Нельзя хоронить солдат в такие земельные кучки, где потом вырастает трава два метра высотой и мимо проезжают люди и говорят, а вот здесь наш дедушка лежит. Ну это ужасно просто. Совсем недавно поисковое захоронение в старорусской деревне Давыдова так и выглядело. Трава по пояс и несколько разрозненных табличек. Но однажды в долину обратился житель северной столицы Вадим Саяпин. Он знал, что где-то в Рамушевском коридоре в 1942 году погиб его дед лейтенант Георгий Романов. По наградному листу удалось установить обстоятельства его смерти. Романов повел группу из 15 человек в атаку. Бойцы ворвались в траншею врага, но немцы отрезали им пути отступления. Согласно списку безвозвратных потерь личного состава 7-й гвардейской стрелковой дивизии деда Вадима похоронили где-то в Поддорском районе. Чтобы обнаружить это место, Саяпин сверял советские и немецкие карты. Приехал на Новгородщину вместе с поисковиками исследовал места сражений. Но безуспешно. Вадим опять сел в архивы, подключил родственников. У него есть брат, у него есть куча детей, детей-детей, внуки. То есть в итоге следующая экспедиция состояла из нескольких поисковиков и 20 человек родственников Вадима и его лично. Он всем выдал по лопате, они все стали копать и все проникли с этой работой. Ну и опять ничего не нашли, так получилось. И в общем только на третий раз поисковики, наши уважаемые Игорь Михайлович Неофитов и Сергей Петров и Валерий Брюсов. Вот они втроем как раз были с Вадимом и деда, они нашли. И нашли там еще несколько офицеров. Это после боя был такой сброс так называемый, в вороночку их прикопали, их эксгумировали и торжественно захоронили в очередной холмик сюда. На холмике установили плиту с именами гвардейцев. А через год Саяпин вновь позвонил Алтухову и сказал, давай сделаем как должно. Я честно до конца не верил, что это произойдет. То есть вот я думал, что это будет то же самое, что с нашими администрациями, когда мы рисуем все это в ящик, считаем в ящик, а потом они говорят, денег нет и никогда не будет. То есть вот у нас, наверное, больше сотни проектов, нарисованных вот за эти годы, просто вот в корзинку, к сожалению, понимаете. И потом он говорит, все хорошо, мне все нравится, куда переводить деньги. И вот тут я понимаю, что получается. Такого не делалось никогда. Все работы на захоронении поисковики делали сами. Планы, эскизы. На площадке установили специальные дренажи, сбрасывающие воду. Укрепили берег. Даже в Карельскую шахту съездили, чтобы выбрать нужный гранитный камень. Когда для человека это бизнес или там зарабатывание какое-то, поисковики, народ совершенно другой, и им нужно через душу и сердце зайти в этот процесс. И вот так и получилось. Потихонечку, один за другим, начали приходить люди, предлагать услуги, я кого-то пригласил. И здесь возник поисковый лагерь. Поисковики, которые работают, они вечером после работы берут щупчик, берут приборчик и пошли просто прогуляться по лесу. И вот так день за днем и рубеж, который здесь проходит вот прямо в этом лесу, подняли 16 человек, солдат еще. Но это был частный случай, уникальный. Единственный в своем роде в таких масштабах. А остальные сопочки-то остались. И потом пришлось, уже доделав эту работу, надо было понимать, как строятся отношения с государством. Мемориальная группа Долины показала, на что способна. И как много еще работы у тех, кто выбрал делом жизни увековечения памяти защитников Отечества. Частными пожертвованиями ситуацию не исправить, убеждали власть поисковики. Убедительную презентацию с фотографиями до и после удалось показать президенту. В результате в 2019 году в России появилась целевая программа по благоустройству воинских захоронений. Стартовой площадкой проекта стала Новгородская область. 32 тысячи захоронений в стране будут приведены в порядок и благоустроены. И будут созданы 11 новых захоронений поисковых благодаря этой деятельности и этой программе за 6 лет. Это огромная наша победа, мы этим гордимся. И, конечно же, мы не можем взять и бросить это все на самотек. Так это воинское захоронение выглядело 2 года назад. Так оно выглядит теперь. За каждой из фамилий, нанесенных на эти гранитные плиты, дни и недели упорного труда. Не только в лесах и болотах, но и в архивах. С помощью этой кропотливой бумажно-электронной работы по выверке имен только в Коровичино поисковикам удалось вернуть с войны 4 тысячи воинов. Это в два раза больше тех цифр, что изначально были указаны в учетной карточке захоронения. Вот здесь конкретно было написано деревня Коровичино и список из 3 тысяч имен. 3 тысячи. Мы берем солдата, условно говоря, вот есть солдат Ермаков, открываем ОБД-мемориал. Мы работаем с этим архивом подольским. Мы знаем, что это такое. Мы знаем, какие огромные деньги тратятся на сканирование документов, рассекречивание этих документов и заведение данных о погибших в эту базу огромную. Это действительно сумасшедший проект, огромные все молодцы. И мы заводим фамилию этого солдата и понимаем, что вместе с ним здесь лежит еще там 20 человек, которые в списки не входят. Это тоже пропавшие без вести. Только не в лесу, не в поле, не на дне реки, а где-то в пыльных архивах, в коробках с документами, которые лежали нетронутыми десятилетия и лишь сейчас стали доступны. Есть донесения о безвозвратных потерях, где командир, лейтенант какого-то подразделения, он пишет о том, что при взятии, допустим, Коровичина, условно говоря, этого населенного пункта, погиб боец Ермаков, и вместе с ним погибли еще 14 человек. Он перечисляет, кто. А мы в этом списке здесь находим в учетной карточке Ермаков один. Понимаете? Остальных 14 нет. А в ОБД мы находим оригинал, скан-копию оригинала того самого донесения, которое пишет этот офицер, о том, что там погибло 15 человек. И мы можем установить еще 14 судеб, вырвать их из небытия и увековечить их здесь. Поисковики могут рассказать немало историй, когда фамилия на обелиске принадлежит оставшемуся в живых. Когда при укрупнении, то есть при переносе захоронений в одно место, потерялись десятки имен. Или когда один и тот же красноармеец значится погребенным в двух могилах на территории разных районов. Следопыты долины стали пионерами не только всего поискового движения в стране, но и этой тихой работы, которую еще только предстоит сделать частью масштабной программы для всей России. Мы вернули с этой войны 40 тысяч человек, находясь перед компьютером. Это сумасшедший результат. И сделали это всего лишь несколько человек, работая два года над этим. И вот эту работу мы очень хотим построить системно по всей стране. Потому что если мы берем старую карточку и делаем старые имена, это неверно. Нам сейчас пришло время, у нас ничего больше не осталось от этой войны, кроме захоронения. У нас ветеранов уже нет, понимаете. Нам нужно чтить и помнить правильно. Остало время сделать это правильно и навсегда. Музыка. 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 Музыка.